всем привет с вами снова александра бурч и программа культурная жизнь вы любите творчество вам есть что рассказать о себе и показать плоды своего творения значит эта программа для вас а если вы как и я любите знакомство с талантливыми людьми не переключайтесь и я обязательно с ними вас познакомлю мастер слов которые находят в обыденности вдохновение и красоту это про героя следующего сюжета поэт константин якубчик рассказал о том как рождаются строчки стихотворений кто ему в этом помогает и что же вдохновляет на новое произведение как вообще с чего началось ваше увлечение вот написание стихотворений и этого все таки работа или это хобби я же понимаю что у вас есть еще основная работа да работу я на железной дороге у нас в лизе локомотивном депо вот работе это конечно абсолютно не мешает но мысли иногда стихотворение рождается независимо от того когда ты к этому можешь быть готовым даже иногда на работе приходят строчки которая как бы вот пляшу что-то придумывается и ты вынашиваешь это вот целый день потом вечером уже уже когда ты предоставлен сам себе есть больше времени можно уже что-то из этого попробовать ну а бывает такое как вот в фильмах мы видим что так сразу бумажка ручка это быстро он записал ты же наверное не все запомнишь так так и есть я всегда собой блокнотик маленький ручка потому что если упустишь все но может не вернуться на протяжении пяти лет получается я уже этим занимаюсь оно мне нравится поначалу это выглядело конечно просто как вот вот что-то получилось какая-то рифмованная строчка а потом показал друзьям показал линии эдуардовне педагогического колледжа и она меня поддержала и понравилось получается я как-то в этим вдохновился друзья меня поддерживают поэт человек который умеет замечать повседневной жизни моменты которые мы привыкли считать обыденностью главной музой и вдохновителем константина якубчика стала его дочь евгения ее любимая игрушка смех и улыбка рождают строчки душевных стихотворений доостановляюсь я не только наблюдением за природой вот даже просто за женкиными любимыми игрушками вот например про этого мышонка плюшева у меня тоже есть стихотворение он так и называется мой мышонок плюшевый она коротенькая но такое забавное женя ты помнишь как все появилась эта игрушка подарил купил как это почему она твоя любимая потому что на новый год у нас календарь был с милыми крысками я очень хотела крыса но мама не разрешала но сейчас у нас появилась крыса и еще я попросила тогда было деда мороза плюшевую крысу ну вот так она у меня и появилась в семье где есть четвероногие друзья царит какая-то особенная атмосфера доброты и спокойствия а для поэта наблюдение за ними конечно же еще один повод для веселого стихотворения калибранки вартовник на штерых подворк только бачу урал там сник клика в разу сорок он ешь и малы на ого а все же слуха и мени на подворок а никого без уваги не мени не что я его не бачу но схавауся не барака твёртуя не иначе хошаня а лишь собака подойдешься за хату кличу кличу не лететь тишей мне кажет ад вартовый сморился спить это тоже не случайно стихотворение как у нас появился щенок вот он был маленький глядя на него я тоже как-то вдохновился этот тренинг было написано глядя на этого самого щенка поэт частый и желанный гость на различных мероприятиях в учреждениях среднего и дошкольного образования начиналось все с черновой тетради а результат всеми известный журнал и сборник стихотворения веселка где опубликована работа константина якубчика в ученый кот рассказал олесь максиму про своего кота мартина как ты максим к веду я кот мы тягнется доведал только сяду за уроки одразу чую кота кроки хопаешь место на ваку а он все сунется на стол и все до лямпы каблежей а жена вот робится должей восьяк ляжет и к заим я маю местом не зусим ляжет и не саром дзет на вукой узнаем лица уроки и он со мной вуджет чую все хоть вошь и плюшить максим зусмешкой отказал мамысь кот лучшенным стал а лишь я кей кот уведу кот уведы без потреба послуха мне а лезь сдается под лямпой кот его люби захорется сразу я обратился близкую газету нашему хорошим знакомым сожалению который уже нет саша мацалевич светлая память вот он меня поддержал сказал что мы будем печатать я тогда вообще восторг пришел ну все классно я значит работаю в нужном направлении стал появляться на страничках литской газеты периодически вот где и сейчас на протяжении пяти лет я тоже бываю вот однажды мне повезло я попал в веселку это вообще пик это я даже помню этот журнал очень очень много времени издается уже да он с нашего далекого детства журнал классный к сожалению не такой широкий вот как бы в киосках трудно найти но библиотекарь при желании конечно он всегда есть увлекается константин якубчик и коллекционирование советские елочные игрушки модельки различных машин и техники фотографии керосиновые лампы инструменты советского времени и многое другое все это также служит поводом для вдохновения какими качествами должен обладать писатель это может быть любой человек или все-таки что-то должно быть что-то идти не знаю от сердца или может начитанность что важно для этого знаете наверное это может каждому прийти просто может не каждый этот себе рассмотреть и на это просто не обратить внимание а было ли такое что это когда начали заниматься делом пришлось читать больше книг ну чтобы повысить свой скажем так вот словарный запас или без разницы нужные слова всегда придут нет все таки без словарного запаса нет его нужно периодически я поначалу тоже так думал у меня тут буду писать так вот как получается а потом я заметил что не хватает нужно как-то это расширять кругозор слов больше нужно знать нужно читать я больше стихи честно говоря беру нового сказки я тоже люблю читать но больше читаю стихи я как бы смотрю можно сказать как у коллег получается беру что-то для себя какие-то есть слова очень интересные там вот якубокова слушки слушки но такого же нет ни у кого то есть много слов даже разрешается так сказать поэтому придумать что-то свое а есть планы какие-то на скажем так на будущее может быть сборник выпуск потому что мне бы было очень интересно послушать и почитать я частично плоды ваших творений слышала мне понравилось я бы даже может быть дочки что-то прочла если в планах да конечно в планах как у любого писателя поэта конечно хочется в дальнейшем издать сборник я над этим уже немножечко работаю мне так повезло соседка людмила виктор анусикевич она филолог преподаватель русского языка литературы 16 школе мы буквально разбираем по запятым по буковкам каждое слово все проходит суровый дбор проверку вот поэтому работа еще много но я думаю в среде у нас будет сборник командная такая да 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 одному один в поле не воин поэт константин якубчик человек творческий который в каждом человеке меньшим брате или предмете может найти то что можно обратить стихотворные строки душевно и интересная встреча оставила у съемочной группы приятное впечатление а стихотворение окунули в моменты из детства раз-два-три-четыре она создает удивительные предметы интерьера мебели сувенира используя бумажные трубочки и свое воображение героиня следующего сюжета уже девять лет занимается плетением из эколозы что это за материал и сложен ли этот вид рукоделия сейчас и узнаем плетение да еще и из бумаги значит будут небольшие сувениры возможно корзиночки и подобное в этом духе однако когда лариса зашла в студию моему удивлению не было предела оказалось что бумажная лоза материал из которого можно сплести буквально все на что способна фантазия как пришла идея начать заниматься этим хобби насколько вы уже давно им занимаетесь что работа такие довольно таки ну массивные большие все начиналось больших работ или все-таки что то есть вот такое что можно с чего начать тому кто захочет примеру эти начинала я это девять лет назад в принципе довольно все случайно случилось потому что наша родственница сноха она просто любительница у нас интерьеров каких-то дизайнов она нашла вот такое занятие в интернете и просто мне показала и она кстати показала даже как она начала это плести но после того как я это увидела мне как бы тоже загорелась эта идея и начала тоже пробовать конечно поначалу все это было довольно сложно потому что на самом деле вроде бы как бы доступность интернета и есть много людей которые этим занимаются и на тот момент занимались ну деле делятся люди в принципе не скажешь что всей информации ко многому надо прийти самому то есть через свои пробы и ошибки да да черену то есть сравнить мою первую работу которую кстати до сих пор мы не выбросили она служит таким своеобразным напоминанием не наверное хотя я в другой раз порываюсь но любимый человек мне не позволяет говорит нет ты у тебя есть результат наглядный посмотреть от чего ты шла и к чему-то пришла моя задача была для себя и в принципе для родных близких делать какие-то подарки то есть на самом деле очень большое поле деятельности в этой сфере то есть это как и для украшения дома и для интерьера потому что настолько глубокое можно здесь можно и самому включать фантазию ну а если еще и на просторах интернета смотреть что делают другие мастера то я хочу сказать что я всегда вот иногда смотрю и думаю что меня моей жизни не хватит осуществить наверное все то что делают другие люди то есть мне бы хотелось очень многие вещи повторить но уже за девять лет я в принципе научилась ну по крайней мере считаю для себя что вышло уже на тот уровень когда мне уже как бы не стыдно хотя ну этапы были такие что в принципе местами где-то может даже хотелось уже бросить потому что тяжело где-то потому что именно найти тот идеал ну наверно еще когда перфекционизмом каким-то обладаешь хочется что под каждый стежочек вот он был как бы идеальный то есть ложился так как чтобы тебе нравилось но если например что-то пошло не так если возможно переделать или это нет он как правило в момент плетения она как бы принимает ту форму и сгибается уже так что в принципе это уже в утиле уходит много времени ну да довольно много потому что вот все этапы это сплошь и ручная работа все мы знаем какие прекрасные предметы интерьера мебель корзины можно сплести из обычной лозы однако натуральной лозе есть интересная и гораздо более бюджетная альтернатива глаза бумажная или говоря проще бумажные трубочки это все от самого начального этапа это нет ничего не покупной материалы да только материалы это покупное а все остальное только ручной труд а какие-то схемы есть по плетению или вот на начальных этапах путете по схеме а уже со временем как-то скажем так мозг работает по-другому и уже понимаешь что если плетешь конкретно изделия которые уже но ты видишь наглядно какую-то картинку то в принципе глядя на эту картинку ты уже себе представляешь какой вид плетение это как здесь надо ну пойти поворот загибку то есть уже владея определенными навыками в принципе это не несложно но на самом деле было бы только желание научиться может каждый как до какого уровня он дойдет но это уже вопрос времени ну и навыка наверно тоже а люди опрощались к вам чтобы научили тот кто видит потому что я допустим если честно удивлена была масштабами работы и насколько то есть от подноса до украшений каких-то я думал это что-то вот одно как обычно люди там плетут допустим какие-то фигурки как поделки да 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 я даже не представляла когда ждала вас и не представляла что настолько широкий спектр того что можно из этого материала изготовить нет но я как раз уходила от именно понятия подделок то есть мне было интересен именно другой ракурс то есть именно вещи в интерьере то есть это красиво поставить на комод например на полку сумма а сумочка это как бы отдельная была тема я купила желтые босоножки и мне естественно захотелось под тон уже этих босоножек именно то есть и эта форма она как бы пришла тоже как бы вот именно исходя к этому прежде чем приступить к плетению лазу красят и обрабатывают вход идут колеры вода морилки пищевые красители грунтовки лаки пропитки и прочее здесь нужно и большое терпение у нас есть домашнее животное да кошка и как кошка не помогает я просто кошка вот именно что когда если я плету сидя на кресле например колени свободны вот тогда она любит да прийти и тогда она уже любит и так и так уже к лицу что вы вот тогда она любительница нет у меня обычно когда какие-то падают маленькие ну какие-то остатки вот тогда с этими сучками она начинает дам дам прыгать бегать мы соединили принципе соединение выбирается в таком месте чтобы она не травматично было я так посмотреть на изделие я бы никогда не подумал что-то из самой тонкой бумаги ну потому что выглядит но прямо как будто что-то даже не знаю и из дерева еще и цвет такой подобран видите как в принципе да в той же поговорке когда один пруток сломать легко а несколько прутков тяжело точно так же как и в бумаге вроде бы дамы да многие не верят что можно получить какое-то хорошее качественное изделие которое будет служить долго а на самом деле тут же столько слоев бумаги что поэтому я и говорю что видите то есть там зазор только чисто от спицы остался так само по себе вся заполнены вот за счет этого народ так вот и не рвется конечно уже если приложить вот такие вот усилия вы уже порвете ну а потом когда изделие высыхает принимает форму вы его еще несколько раз обрабатываете лаком и уже естественно через несколько дней она уже такой жесткости что вот можно и корзину для пикника сплести который вы будете пользоваться кстати эта корзина это не то что там вчера я сплела то есть этой корзиной уже пользуются два года грекки это необычные необычные заказы необычные заказы ну или вы знаете фантазия работает самый для меня первый такой будем говорить необычный заказ богом да у меня попросили сплести фотореквизит для годовалых малышей фотореквизит ну то есть девочкам близнецам должен был исполниться годик мама решила для фотосъемки сделать фотореквизит ну что-то необычное и она заказала но она нашла в интернете и заказала воздушный шар и корзина в которой помещались дети то есть для меня когда я это увидела в принципе для меня было как бы сразу шоковое состояние такой ну замахнуться на такую работу в принципе сразу как бы даже и не думала но потом в принципе когда я начала это делать у меня получилось и у меня еще потом несколько таких же заказывали и я очень горда тем что вот этого уровня я смогла достичь расскажите вы ведь не только плетением занимаетесь у вас есть основная работа как получается совмещать потому что я смотрю что работу большая массивная значит и много времени уходит на работе отработал пришел домой то есть отрезок времени такой большой как вот это вот все у вас получается на я у меня основная работа я работаю маркетологом на государственном предприятии конус завод горячего цинкования это моя основная работа конечно я там тоже отдаюсь это не значит что как бы я только сейчас хобби живу но на самом деле наверное любое хобби она учит правильно планировать свой день свое время и и это позволяет чтобы никакие аспекты твоей жизни не страдали и вот но на самом деле кроме этого на хобби конечно я трачу довольно много времени то есть я например если у меня какая-то вот есть идея да есть вот какое-то вдохновение я могу например домой прийти сделать какие-то основные домашние дела но после этого я могу до 12 часов там до полуночи плести когда приходит вот этот вот пик вдохновения все таки к вам ночи вот как бы человек есть же я не я не ночной человек но просто от того что вот порыв ну в принципе это время никогда больше другого времени нету я конечно больше созидатель по утренним ну по первой половине дня поэтому конечно иногда нет времени и поэтому мысли иногда даже грустишь об этом чтобы не было времени поплести уделить своему хобби внимание а как коллеги относятся вот к вашему хобби есть ли какие-то пожелания может быть все таки это идеи привносит и там восхищается поддерживает вдохновляет не одну всех людей по разному я думаю что и и не всем обязательно должно нравиться именно данный вид рукоделия есть люди которые дал ну восхищаются искренне моими работами другой раз даже просят что-то чтобы я сплела какими качествами должен обладать человек который захочет заниматься к примеру таким же видом искусства там не знаю усидчивость может быть терпение находчивость замечать какие-то детали что самое главное я не не кажется что здесь не надо обладать об какими-то определенными качествами просто если у человека есть желание то наоборот мне кажется во время плетения вот во время таких ведь кстати все виды рукоделия не считаются своему роду медитацией то есть человек на самом деле даже ученые какие-то какого-то университета высчитали что вот плетение там и вышивание то есть любой рукоделие оно затрагивает правое полушарие но творческое но в то же время оно оказывает плодотворное влияние на я знаю на нервную систему потому что она ну ну релаксирует человек на самом деле то есть он переключается с вот этого вот темпа жизни нашего ускоренного если у вас по жизни может быть какая-то фраза цитата крылатое выражение которое вы часто используете в повседневной жизни или примеру людей которые там горят мне ничего не получается в этот раз и подстегнули вот чем-то таким я наверное бы сказала бы что в наше время сейчас только ленивый не может чем-нибудь заниматься потому что на самом деле возможность научиться чему-либо очень много то есть если человека нету желание либо вот толчка какого-то он и всегда будет в принципе находить причины чтобы ну чем-то не заниматься потому что мы другой раз там с кем-то если сравниваем даже свою жизнь я другой раз смотрю люди реально приходят домой просто легли на диван взяли гаджеты там свои какие-нибудь любимые и все и в принципе для них вот это вот такое времяпрепровождение для меня это ну это не интересно найти себе занятие для души действительно может каждый как говорится было бы желание а возможность всегда найдется не бойтесь экспериментировать ищите вдохновение вокруг себя и общайтесь с единомышленниками и конечно бесконечно верьте в себя с вами была программа культурная жизнь до встречи в новых выпусках на лида т.в. вы можете найти нас в социальных сетях а также на youtube канале лицкого телевидения и и и и и